Какой был худший подарок, который вы получали? Когда мне было 11-12 лет, четвертая жена моего отца постоянно дарила подарки мне и моей сестре, но часто забирала их, когда нас не было дома и возвращала в магазин. Она дарила нам крутые вещи, типа DVD-плеера, однажды даже подарила игровой автомат, но все это исчезало где-то через неделю, и нам приходилось мириться с этим. По-настоящему она нам дарила только свою старую одежду, ее она никогда не забирала обратно. И мы бы не возражали против этого, только она носила 52-й размер одежды, а я тогда носила 42-й, 44-й размер. Она при этом ждала, что я буду носить ее одежду, преподносила ее в подарочных коробках с лентами, а если я ей говорила, что ее вещи слишком велики для меня, она обижалась и переставала разговаривать со мной. Хотя отец все равно развелся с ней в итоге и женился на другой. Перед Рождеством я мечтал, что мне подарят Xbox, как любой другой ребенок. Распаковывая подарки, я обнаружил джойстик для Xbox, и мое сердце бешено заколотилось. Я думал, что в одной из коробок должна быть сама консоль, и перерыл их все, но ничего так и не нашел. Когда мама подошла ко мне, я держал в руках джойстик. Она сказала, теперь тебе не придется одалживать джойстику Скотта, когда пойдешь играть к друзьям. Терпеть не могу кетчуп. Однажды на работе мы решили сыграть в Тайного Санту. Все коллеги хорошо постарались, купили отличные подарки, проявили творческий подход в выборе подарка. Я купил человеку, у которого я вытащил билеты на крутой бейсбольный матч. Он был очень рад. Остальные коллеги также подготовили крутые подарки. Например, одним из них был сертификат в школу танцев и тому подобное. Лишь тот человек, которому выпало покупать подарок мне, решил поступить как последний козел. Он купил мне три огромные бутылки кетчупа, решив, что это будет забавно. Он даже не пытался сдержать смех, когда преподносил мне этот подарок, а я стоял ошарашенный. Все коллеги удивленно смотрели на него. Это было некрасиво с его стороны, потому что все старались как могли, а я потратил кучу денег на свой подарок. И только один человек повел себя как мудак. Но его прикол никто не оценил. Я был очень зол на него. Мне как-то раз тоже достался дерьмовый подарок от Тайного Санты, хотя твой точно хуже. Я сама организовала эту игру среди моих коллег. Прочие получали в подарок массажеры для ног, раскраски для взрослых. Мы работаем в колл-центре, иногда нам нечего делать. Подарочные сертификаты в разные магазины. Я подарила моей начальнице, которая выпала мне по жеребию, набор для вышивания крестиком, потому что она увлекается этим. Мне же подарили два билета в кинотеатр, который находится в двух часах езды от нашей работы. Я живу в большом городе, здесь много кинотеатров в районе, где я живу и работаю. Могла бы хотя бы купить билеты туда. Я уверена, что она просто где-то достала эти билеты на халяву и решила их сплавить таким образом. Моя свекровь подарила мне одеяло, которое я за две недели до этого отдала в центр помощи нуждающимся. Она заехала к ним, купила его и подарила мне под видом нового одеяла из магазина, не догадываясь, что это одеяло когда-то было моим. Теперь каждый раз, как я отвожу вещи в этот центр, я боюсь, что мне их подарят обратно, и я потрачу два часа своего времени впустую. Моя двоюродная сестра подарила мне на Рождество свою фотографию. Мой брат подарил моему мужу на Рождество свою фотографию в рамке. На фото он был изображен в соблазнительной позе, на него надеты майка-алкоголичка и синий галстук. Муж с гордостью поставил его на стол в своем кабинете. Дело в том, что муж никогда не составляет нормальный список того, что хочет на Рождество, и все покупает себе сам, так что нам всегда приходится ломать голову, что ему подарить. В его списке было написано что-нибудь связанное с семьей и друзьями. В итоге мой брат нашел подарок, который идеально удовлетворял этому требованию. У них обоих схожее чувство юмора, они хорошие друзья, и муж был рад такому подарку. Моя мама не умеет дарить подарки от слова совсем. Она просто передаривает то, что покупала для себя, но для чего не хватило места в ее доме. Раньше она всем дарила керамические сувенирные маяки, затем начала дарить настольные фонтаны. Будучи мужчиной за 30, я никогда не интересовался ни тем, ни другим. Однажды мы с женой гадали, что она принесет на мой день рождения маяк или фонтан, но она смогла нас удивить. Она взяла маяк, просверлила снизу отверстие, вставила внутрь насос, поставила маяк в керамическую чашу, наполненную водой, чтобы вода лилась с вершины маяка, как будто его затопило или что-то наподобие. Маяк в фонтан, е-мое. Ты постаралась на славу, мама. Мама как-то раз подарила мне мыло за доллар на мой день рождения. Я уверена, что она просто купила первую подвернувшуюся вещь в супермаркете. Мы с ней не общаемся по другой причине, почувствовала, что этот подарок демонстрировал всю говенность ее характера. Это случилось не со мной, а с моим школьным учителем. Мы звали его Мистер Ти, и он был местной знаменитостью. У него был занудный голос, а еще он держал бейсбольную биту в своем шкафу. Так, на всякий случай. В общем, Мистер Ти постоянно носил странного вида пестрые и откровенно уродские свитеры и рубашки. Один балбес из моего класса во время урока решил сделать ему подарок на Рождество. Довольный Мистер Ти решил распаковать подарок перед всеми и захохотал, как сумасшедший. А казалось, что это уродская рубашка. Когда учитель перестал смеяться, он спросил у моего одноклассника, не в центре ли помощи нуждающимся он ее купил. Это такой секонд-хенд, куда можно принести ненужную одежду. Клоун сказал, что именно там. Мистер Ти объяснил, что это на самом деле его рубашка, но она ему не нравилась, и он отнес ее в секонд-хенд. Эта ситуация очень развеселила его. Вряд ли это самый лучший из подарков, полученных им. Моему другу ничего не подарили на Рождество в прошлом году, потому что он уже взрослый. Ему тогда было 19 лет. Потом он не стал ничего покупать на день рождения мамы, потому что она взрослая, а значит ей ничего не нужно. Она осознала свою ошибку, и когда наступил его день рождения, он получил кучу подарков от родителей. Не то чтобы худший, скорее самый неоригинальный. Тетя, которая живет в другой стране, прислала на мой день рождения подарочный сертификат сети Walmart долларов на 10. Хотя он был почти полностью потрачен, на балансе было где-то 53 цента. Я тогда впервые отмечал Рождество с родственниками жены. Ее дядя, тетя и их дети подарили мне бейсболку. Козырек был пластиковым, что делало его очень неудобным и нерегулируемым. Кроме того, было ясно, что ее уже носили лет 5. Края были обтрепаны, и козырек был треснут в одном месте. Они же подарили моей жене мраморные часы весом 6-7 килограммов, которые не работали. А мы должны были уже на следующий день лететь домой. У нас были билеты только с ручной кладью. Ситуация не настолько серьезная, как в других комментариях, но это откровенно худший и самый странный подарок из всех, что мне когда-либо дарили. Мои бабушка с дедушкой надарили моей сестре кучу того, что она просила, еще и денег дали. Затем они повернулись ко мне и подарили мне Библию. Я знаю, что я грешник, но боже, это так несправедливо. Кукла Барби из Макдональдса на мой 20-й день рождения от моего парня. Он даже не задумывал этот подарок как шуточный. Мама моего друга испекла торт на мой день рождения, и я был бы очень рад, если бы в нем не было орехов, на которые у меня аллергия. Торт ели все, кроме меня. Когда мне было 15 лет, я не стал составлять список желанных подарков, потому что был уверен, что так папа просто даст мне денег. А он купил мне сейф, потому что не знал, чего я хочу. Знаю, что ударенному коню в зубы не смотрят, но я солгу, если скажу, что я в свои 15 лет не был очень сильно разочарован. В колледже я несколько месяцев встречался с одной девушкой, семья которой была бедной, очень бедной. Они жили в маленьком городке. Ее отец купил ей календарь, то ли на день рождения, то ли на Рождество. Не календарь с семейными фотографиями, а обычный календарь, какой можно купить в любом киоске. Но она так была рада этому подарку, потому что знала, что он не мог купить что-либо дороже. Она была рада тому, что он смог купить ей хотя бы такой подарок. Она была очень хорошей девушкой. Мой день рождения всего за несколько дней до Рождества, и это всегда бесило меня, поэтому мои родители постоянно дарили на мой день рождения елку. Мой день рождения тоже чуть раньше Рождества. В детстве мне всегда дарили общие подарки на оба праздника, что очень меня расстраивало. Мне почти никогда не разрешали открывать их в день своего рождения, приходилось ждать до Рождества. Как-то раз мне купили приставку Game Boy как общий подарок, и я был очень рад. Моим двоим братьям купили такие же, как подарок только на Рождество. На свои дни рождения они получили отдельные подарки. Вот так. Спасибо, дорогие папа и мама, что заставляли меня думать, что мой день рождения стоил бы вам лишних усилий и денег. Хотя если бы вы хотя бы шоколадку купили на мой день рождения, я был бы очень рад. Это случилось не со мной, а с моей мамой. Папа спросил ее, что она хочет на день рождения, набор посуды или новую кровать. Она так и не смогла решить и сказала папе, чтобы он ее удивил. На день рождения папа принес ей ручной культиватор, инструмент для разрыхления земли в саду. Она поначалу решила, что это шутка, и начала искать настоящий подарок. Но папа сказал ей, что культиватор отличный подарок, затем потащил нас всех в сад и начал разрыхлять землю на клумбах. По крайней мере, у него хватило ума подарить маме также открытку и чек. Мама пошла с этим чеком в банк, где выяснилось, что без ее ведома ее счет стал отрицательным, и банк покрыл недостаток счета ее чеком. Из-за чего все-таки ее счет ушел в минуса? Из-за культиватора. Зонт, которому на вид не меньше 10 лет, и заплесневелая расческа. Да иди ты к черту, дядя Рэг, жадная ты скотина. Это был мой 20-й день рождения. Позвала друзей на ДРС, сказала всем, что подарки не нужны, главное, чтобы все пришли. Заскочила одна из подруг. Мы с ней не виделись несколько месяцев, и я была рада тому, что мы наконец встретились. Мы уже две недели с ней переписывались, она обещала быть на моей вечеринке. Я очень этого ждала. Она. Привет, я так рада видеть тебя. Я. Наконец мы с тобой наговоримся, так долго не виделись. Она. Я принесла свои старые учебники, тебе они могут понадобиться. Я слышала, у тебя в колледже такие же предметы, которые были у меня. Я. Спасибо, зайдешь на вечеринку? Она. Прости, у меня были планы на вечер с моим парнем. Они встречались два месяца на тот момент. Может, позже заскочу? Я. Может, все-таки придешь и парня своего возьми? Она. Нет, у нас не отложные дела. Пока. Пару часов спустя она опубликовала пост в Фейсбуке о том, какое это удовольствие сидеть дома вдвоем и смотреть сериал. И о том, что она никогда не променяет это на шумные вечеринки. После этого она перестала отвечать на мои сообщения. Получается, что подарком для меня стало то, что я потеряла подругу, с которой общалась со школой, из-за какого-то парня, с которым она начала встречаться совсем недавно. Через четыре месяца они поженились, только она забыла рассказать об этом своим подругам. Общие друзья очень рассердились на нее из-за этого. В прошлом году я пригласила к себе на Рождество маму, папу с его новой женой, брата и его жену. Мы с мужем потратили уйму времени на то, чтобы купить им всем хорошие подарки, типа блютуз-колонок, дегидратора для моего брата. Он давно хотел такой и тому подобное. Мы с мамой весь день убирались и готовили. Брат и его жена почти весь день спали. Она ведет себя как принцесса. В рождественское утро мы начали открывать подарки. Мама подарила мне мои старые вещи и то, что я покупала для нее много лет. Она не стала их даже стирать, просто упаковала, обернула лентой и принесла в качестве подарка. Окей, я в принципе была довольна, потому что люблю хранить семейные реликвии. С другой стороны, брат и его жена подарили мне ожерелье из морских ракушек, которое я потом продала на домашней ярмарке за 25 центов. А моему мужу, большому любителю, они купили бокалы, хотя он ими не пользуется. На обоих подарках красовались ценники. Они их купили по 2 доллара каждый в дешевом магазине. Но маме они подарили платье, гаджеты, а отцу картину и что-то еще. Так они отплатили мне за мое гостеприимство. Понятное дело, в этом году я не стану звать их к себе на Рождество. Моя мама подарила мне на Рождество книгу, которую я подарил ей на день рождения год назад. Она при этом сделала вид, что сама ее купила. Но я подписал для нее эту книгу, так что не было сомнений, что это была моя книга. А еще моя теща в прошлом году на Рождество подарила мне упаковку пластиковых вилок. Я списываю это на ее деменцию. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова